Тяжелые времена, суровые решения. И тут внезапно я поймал себя на мысли, что все больше в поле моего зрения стали попадать ножи из стали 65Х13. Я, если честно, уже думал, что эта железка исчезла с ножевого рынка и больше никогда не вернется. Мои давние подписчики уже слышали про нее в моих топах, но я никогда не рекомендовал ее. Повторим вкратце, кто не в курсе. В стали, кроме железа, есть ряд важных элементов. По их количеству и балансу можно определить, насколько хорошо эта сталь подойдет для ножей. 65Х13 это старая ГОСТовская сталь, разработанная еще в 70-х для режущего инструмента, такого как скальпели, пилы и бритвы. В общем, эту сталь вполне можно назвать ножевой. На сегодняшний день эта сталь обладает уже не впечатляющим содержанием углерода. Отсутствием широкого спектра легирующих металлов, но имеет необходимое количество хрома, чтобы не ржаветь. Собственно, это ее главный плюс. Ближайшими иностранными аналогами стали обычно называют американскую 440А и японскую АУС-6. И как вы знаете, ножей из этих стали практически нет на рынке. 65Х13 не супер твердая сталь. Она хорошо обрабатывается на станках, легко царапается и полируется. Различное фототравление и гравировка на клинках для таких ножей не проблема. Были времена, когда у нас не было качественных стали в легком доступе. И уже скоро опять так будет снова. В общем, в период 90-х нулевых годов эта сталь была одна из самых популярных на рынке. Чуть ли не каждый второй нож российского производства был изготовлен из нее. Но их количество так и не переросло в качество. Виной этому сам ГОС-72 года, предполагающий допустимую разницу содержания углерода в стали в 0,1%. То есть в стали 65Х13 может быть 0,6% углерода или 0,7%. И то и другое содержание будет считаться одинаковой сталью. Остальные легирующие элементы прописаны ГОС-ном в очень широкой вилке. Содержание марганца вообще может отличаться в выплавках в три раза. Также стальные заготовки могут производиться по разным техническим условиям. Есть разные виды горячей и холодной деформации и прочие технические особенности производства. Такое расхождение характеристик очень значительное. По углероду более 10% по крайним значениям. Думаю, не стоит добавлять, что варили эту сталь несколько заводов. И волевым решением кто-то мог принимать партию металла без надлежащего контроля. Такое большое расхождение по химическому составу неизбежно повлечет необходимость разных программ термической обработки для каждой партии стали. И здесь очень просто ошибиться, перекалить или недокалить заготовку. В результате одна и та же сталь на одной и той же модели ножа может вести себя очень по-разному. Тем же ГОСТом твердость стали 65Х13 определяется в пределах от 54 до 59 единиц. Вот и получается, что в теории не самая плохая сталь в готовом изделии могла вести себя очень по-разному. Случаи перекала или недокала были нередкими. А покупать лотерею не всегда хочется. А покупать такой нож не в реальном магазине, а через интернет. Так вообще вызывает у меня кучу вопросов к покупателю. Сейчас я уже предвкушаю ренессанс этой стали и ножей в архаичном дизайне. Конечно, не стоит пугаться, что кроме этой стали не будет ничего. Будут ножи из хороших стали и цены на них будут соответствующие. А законы рынка, даже если вы их не понимаете, нельзя обмануть. Что я хочу этим сказать? Зарплаты в нашей стране не растут годами. Массовый покупатель, который не привык глубоко вникать в суть вещей, готов потратить вполне определенную сумму на нож. Будь то подарок или инструмент для себя. А в ценовую вилку 2-3 тысячи рублей нож из импортной стали АУС-8 или Д2 уже никак не поместится. Поэтому востребованность дешевой и неприхотливой стали отечественного производства будет только расти. Да, массовый сегмент ножей значительно деградирует. Так что будьте готовы снова, как и в молодости, увидеть на живых магазинах Ножи от мастеров Ворсма Нижнего Новгорода, что-то типа Кизляра, Нокса, Витязя и прочих. Ну а теперь я естественно ожидаю кучу гневных комментариев, что я нагнетаю, что можно найти ножи из АУС-8 и за тысячу рублей. Но я говорю не об отдельных счастливых случаях, а о рынке ножей в целом. В первую очередь о провинции, где и до этого за хорошим ножом нужно было гоняться или даже ехать в другой город. А если насчет позитива, то 65Х-13 нормальная сталь и даже повеселей Крупа 41-16, не хуже Сандвика 12Си-27. В исключительных случаях может даже быть близка КАУС-8. Кухонные ножи из этой стали востребованы и сейчас. Самое главное, чтобы с техническим процессом проблемы были решены и геометрию клинков делали хорошо, а не как раньше. Если к процессу производства подойти правильно и организовать хороший контроль качества, а не как обычно, то из этой железки можно получить вполне вменяемые рабочие ножи, которые могут поконкурировать с Морой и Опенелем. Тем более, что цены на дешевую Мору уже сложно назвать низкими. Часто в комментариях меня спрашивают, почему я не делаю обзоры на ножи тети Валеры или дяди Васи. Я вообще скептически отношусь к небольшим ножевым производствам. Именно по причине отсутствия многоуровневого контроля качества. Это, конечно, не про всех мастеров и не говорит, что у них плохие ножи. Но при работе с такими сталями, как 65Х13, маленькие производители рискуют попасть в ситуацию, когда хорошие ножи делаются сегодня, а завтра по каким-то неведомым причинам могут производиться ножи куда более низкого качества. И, конечно, маленькая мастерская может быть хорошо известна и популярна в узких кругах. Но так, чтобы ножи такого производителя можно было купить везде, в любом магазине нашей страны и за ее пределами, это скорее исключение или счастливая случайность. Вот и получается, что делать обзор на нож, пусть и именитого ножедела, имеет мало смысла, так как качество может быть непостоянным, и мои зрители, скорее всего, не смогут легко купить такой нож. Но сейчас мир сильно изменился, поэтому я не исключаю, что когда-нибудь я пересмотрю свое мнение по этому вопросу. Завершая ролик, несмотря ни на что, хочу призвать подписываться на канал и группу ВК. Ролики на YouTube продолжим делать, а как посмотреть их в случае блокировки YouTube, думаю, вы и сами знаете. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!